Здравия и процветания всем тем, кто заслуживает того, естественно, однако каждому своё. Так или иначе, сейчас разберём вспомогательные материалы, что касается Евпатора. Основных, самых великих его детей мы разобрали, сейчас разберём несколько данных про его жён и некоторых других детей. Дело в том, что разбирать жену правителя в том случае, когда жена инкубатор для рождения сыновей и плюс та, кто обеспечивает приятное времяпровождение правителю, разбирать таких жён не особо интересно. В истории, естественно, у каждого правителя, давшего потомство, какая-то жена была, но когда та жена ни о чём, то и говорить нечего. Поэтому во многих случаях, когда та или иная княгиня как-то интересно не проявилась своей верностью, своей качественностью, своей разумностью, какими-то ещё уникальными качествами, которые выделяли бы её из всех остальных женщин, то таких заурядных смысла говорить нет, а интересных и есть. Итак, была Стратоника. Стратоника – самая красивая женщина, самая очаровательная, привлекательная, женственная из всех, кто жили во времена Евпатора, Помпея, Цезаря, вот в те времена, первого столетия до нынешней эры. Её хотели практически все знатные жители Боспора и Понта, некоторые на неё чуть ли не молились. То есть, говорили, что по красоте она превосходит Афродиту, по мудрости – Афину, а по любви к народу – Диметру. То есть, реально превосходящая женщина, однако, однако. Поскольку, кроме данных качеств, тоже никаких других нюансов нет, то больше и говорить не о чём. Дальше. Адия Багиона, Адия Богиня, Галатская. Евпатор был не первым её мужем, у неё был другой муж, но его убили, отравив на банкете. Сама, выжив чудом и не отравившись, она стала женой Евпатора и стала матерью двух его сыновей, среди которых Митридат и Аминта Галатский. В честь любимой женщины Евпатор сделал ряд статуй, бюстов и памятных надписей и на территории Пергама, и на территории острова Лесбос, и на территории Афин, на территории Понта и так далее. Далее. Гипсекратия. Сарматка по рождению. Родилась близ Кавказа. Была любовницей, позднее женой Митридата Евпатора. Она ещё со своего сарматского детства и юности владела базовыми навыками воинского искусства, и при Евпаторе она только их оттачивала и совершенствовала. Она хорошо обращалась с копьём, топором, мечом, а также была неплохим лучником. Несмотря на поражение Митридата Евпатора от войск Гнилого Помпея, гипсекратия одна из немногих, кто сопровождал Евпатора даже в боях. Кто прошёл через войска врагов, кто... То есть гипсекратия — это, скажем так, прообраз зены, принцессы, воинов. Только не просто дура, которая бегает и круглой какой-то фигнёй людям головы сносит, а именно женщины, которая стала женой правителя, которая однозначно верна правителю, которая для него, скажем так, в быту и в постели является вернейшей и смиреннейшей женой, а на поле битвы является вернейшим воином, а в некоторых случаях даже и полководцем. В этом плане гипсекратия превосходит любые примеры из современных каких-то фильмов, сериалов и всего такого. В августе 2013 года в ходе раскопок, которые проводили российские археологи в Фонагории, на месте Акрополя они нашли следы пожара, который тогда случился ввиду вторжения войск Помпея. Также они нашли надгробную мраморную плиту, которая была посвящена гипсекратии. Судя по всему, она погибла во время римских провокаций и всяких военных вторжений приблизительно около 1963 года до нынешней эры. Именно гипсекратия придумала оснастить понтийские корабли дополнительными листами защиты и носовыми движущимися таранами. Что было достаточно уникально для практически всех тогдашних кораблей. Это что касается жён Евпатора. Там ещё некоторые сёстры Евпатора также позднее были и жёнами Евпатора. А некоторые были вдовами от погибших союзников Евпатора. И они также долгое время были с Евпатором, но ввиду того, что они никак в своей деятельности не отличились, я про них не вижу особого смысла и упоминать. Тем не менее, они тоже были. И тем, кому эта тема детальнее интересна, советую порыться по Википедиям. И лучше порыться не просто по российскоязычной Википедии, а порыться и по российской, и по греческой, и по английской. И по другим Википедиям можно базово найти имена соответствующих сестёр Евпатора. И просто в контексте разных поисковых запросов вводить на разных языках, искать материалы и с помощью Google Транслита переводить их и изучать. Тем, кто не знает, но кто хочет как-то найти способ это осуществить. О основных, самых значимых сынах Евпатора я говорил, тем не менее, всё равно, как сказать, нет среди них никого незначительного, нет среди них никого неважного. Каждый из них по-своему сделал свой вклад в историю человечества. Также, например, сын Артоферн. Он был не просто сыном, а ещё и верным полководцем Евпатора. Участвовал во многих битвах, никогда не рвался к почестям. Был зачат в самые первые годы возвышения Евпатора при возвращении в Пансийское царство. И был во времена последних битв уже достаточно немолодым человеком. Артоферн был очень человеколюбивым, рассудительным. К войне всегда подходил со здоровым, холодным рассудком, как именно к ремеслу, а не к какой-то вспышке. Он был специалистом по инженерии, укреплений, фортификации и непревзойдённым мастером осад. Опян писал, что тогда были посланы часть войск в Фонагорию, торговый порт при морском устье, чтобы владеть им с обеих сторон. Пока ещё Помпей был в Сирии. Однако Фонагорец Кастер, когда-то оскорблённый царским помощником Трифоном, напал на Трифона, когда он входил в город. В общем, на тот момент Артоферн очень отважно сражался и защищал и других своих братьев и интересы государства. На тот момент Артоферну было не менее 40 лет. Также в той битве отличилась и Клеопатра, не та, которая всем известная Клеопатра, а другая, которая дочь Евпатора. И она сражалась подобно гипсикратии, она сражалась очень отважно, очень мощно, очень достойно. Были также сыны такие, как Кирк, Серкс, Дарий, которых Евпатор назвал в честь древних великих полководцев и своих предков. Был Аксатор и был князь Феникс, о них известно, к сожалению, достаточно мало. Ещё был сын Эксипадр, Эксипадрас, сын Евпатора и Стратоники. Он был во всём величав, во многом был похож на Фарнака. Но Фарнак, как и Евпатор, был одновременно хороший, как величественный правитель и как достойный воин. В то время, как Эксипадр был очень верующим и очень красивым, он мог внушать в себя любовь народа и мог таким путём побеждать в битвах, когда часть вражеского войска, если они были достаточно близки, чтобы увидеть его и разглядеть, они могли просто на него засмотреться. Он был очень грациозен, при том, что он был мечтой всех знатных девушек циркомпантида и не только. Сам он был, вероятнее всего, даже асексуалом и практически большую часть своего времени тратил на изучение древних правовых, духовных и научных трудов. Он занимался их переводом, истрактованием, уточнением, говоря современным языком, был задротом. То есть, тем, который днём и ночью ботаном, задротом, вот в таком духе. Там есть сериал про детство Шелдона, ну и ещё какой-то сериал, где Шелдон этот уже во взрослом возрасте. И вот показывают типа такого мальчика, который полностью зациклен на каких-то научных размышлениях и так далее. В этом плане Эксипадр был намного качественней, поскольку он не просто говорил о науке, он был великим реформатором, великим учёным. И во всех интеллектуальных областях, которых он касался, он достигал совершенства. За ним постоянно ходил Кидрон, который записывал все мудрые высказывания Эксипадра. А в тех моментах, когда не было чего записывать, он рисовал Эксипадра под разным углом. Также в истории упоминается некий Архиллай, который был первосвященником храмового государства Каманна в Каппадокии. По семье он был сыном Архиллая, который был военачальником войск Евпатора. Но сам вот этот Архиллай Архиллаевич утверждал, что он был незаконным сыном именно Евпатора. У него был брат Диоген, который также служил в армии Евпатора. И как бы уверенности, что он реально был сыном Евпатора нет. Тем не менее, у него есть некоторые особенные качества. В 63-м году до нынешней эры Помпей нечистый признал Архиллая первосвященником, царем храмового государства Каманна в Каппадокии. И, по сути дела, Архиллай руководил таким государственно-политически-религиозным образованием, которое имело под своим контролем 6000 человек, пригодных к тем или иным военным осуществлениям. Также он получал доход от присоединенных территорий. Ко временам своего начального священства и правления Архиллай женился на некой гражданке. И у него также был сын по имени Архиллай и некая безымянная дочь. В 56-м году до нынешней эры консул Сирии Авол Габиний готовился к Парфянской войне, и Архиллай отправился в Сирию, чтобы предложить свою помощь Габинию. Когда Архиллай планировал свое путешествие в Сирию, греческая Птолемеевская царица Береника IV пожелала выйти замуж за Архиллая. Архиллай пользовался, соответственно, честью быть мужем Береники IV, дочери египетского царя Птолемея XII Авлета. Но там со временем прошли другие события. Потом Архиллай погиб в бою. И все это достаточно странно. Но если учтем, что Архиллай реально мог быть сыном Евпатора, то понятно и почему его признавали как, соответственно, не просто какого-то там жреца, а признавали именно как царевича. Все-таки Птолемеи хоть под конец своего существования Птолемеи и ослабли, и уже римляне контролировали Египет, а Птолемеи только там сидели. Но базово Птолемеи это все-таки царская семья, и простого не пойми кого, или даже самозванца, они бы не стали впускать в свой семейный круг. Поэтому, ну, остается думать. Снова же, я не проводил тест ДНК Архиллайу, но все возможно. Еще есть странная история. Например, перед тем, как перейду к следующему царевичу, Евпаторовичу, расскажу несколько обнадеживающую историю. В свое время я выпустил видео про буревестника Евпаторовича, царя-буребиста, который правил на территории Дакии, нынешней Румынии. И отчасти я не удивился, однако подметил, когда в средствах массовой информации сообщили, что подбит российский корабль, среди названий которого есть также название буревестник. Понятно, что я не отправлял по этому кораблю боеголовки. Понятно, что это не по моему видео кто-то решил атаковать именно этот корабль. Понятно, что это чисто военные соображения, это чисто военные процессы, к которым я как бы не имею никакого отношения. Тем не менее, я поднял материалы про древнего величественного князя, медитативно я попросил у него защиты для нашей отчизны, восстановления справедливости при Черноморье. И, возможно, с высших планов бытия он, глядя на этот мир, решил, чтобы не было нечистого корабля, несправедливо носящего его величественное имя. Поэтому переходим к князю Верхнеторку Галатскому. И, может быть, у россиян есть тоже еще корабль с названием Верхнеторк. Тогда, так сказать, передаю тому кораблю привет. Князь Верхнеторк Галатский упоминается как сын Евпатора в Искростанском списке царей. Но дополнительных данных об этом правителе, об этом князе, нету. Когда я открываю википедии всякие учебники и все остальное, там никакого Верхнеторка Галатского нету. Тем не менее, есть верценгеторик или верценгеторикс, который около 82-го, 46-го года до нынешней эры был вождем кельтского племени арвернов и практически руководил гальскими войсками, которые противостояли Юлию Цезарю в гальской войне того самого Цезаря. имя обычно перевозят с кельтско-гальского как веррикс, как повелитель над, и кингетос, сингетос – это воины. Веррикс кингеторикс, соответственно, верховные над воинами. Ну ладно, что же уж делать, и буревестника назвали буревестником, и этого назвали верховными над воинами. Ну, бывает. Когда Евпатор его зачал, на самом деле даже не представляю, поскольку Евпатор еще по глубокой юности путешествовал по Балтийскому морю и по западному побережью Европы, и потом только через Гибралтарский пролив Евпатор возвратился в Средиземное море, через Дарданелло и Боспор вернулся в Черное море, и так далее, и тому подобное. Дальше, когда бы к нему приходило какое-нибудь кельтское посольство, не совсем понятно, и поначалу вообще я искал правителя с похожим именем именно среди галатов, поскольку, допустим, в искростанском списке царей Верхнеторг упомянут именно как Верхнеторг Галатский. Но, тем не менее, поскольку никакого Верхнеторга Галатского нету, то остается только Верцингиторик или Верцингиторикс Гальский. И, учитывая, что тоже он воевал с римлянами, учитывая, что его, соответственно, потом как-то так странно побеждали, что вообще создается у меня впечатление, что очень сильно отредактированы все истории про Цезаревскую Гальскую войну. И я реально даже не знаю, по каким критериям реконструировать, что предполагать, что там было, и как это состыковывать с другими историями про Евпатора. Как состыковывать это как хронологически, так и событийно, это подлежит, в принципе, дальнейшему исследованию, дальнейшему изучению. Тем не менее, тем не менее, как-то так что-то такое было. И известно, что Вергицин Геторик был среди прочих трофеев доставлен в Рим, где провел около пяти лет в заключении в тюрьме и позднее дождался триумфа Цезаря, а после участия в триумфальном процессе в 46 году до нынешней эры был задушен по другим вариантам, умер от голода в тюрьме. То есть, как бы, даже нет нормального понимания, от чего он умер. Вообще, как бы, вообще-вообще, что называется. А если сравнивать истории, что касается самой войны, то там тоже все как-то странно. Ну, при всем при том, что у меня нет склонности выдумывать какие-то альтернативные истории на голом месте и искать прилета гуманоидов с рептилоидами, если можно обойтись обычным пониманием того, что, ну, было две армии. Одна армия пошла против другой. Что там тогда? Копьями? Ну, копьями, значит. Пиками? Ну, пиками там. Зачем, как некоторые шизотерики, выдумываются о том, что, а, это там Нибирус с песеглавцами, значит, боролось? Нет, конечно же. Реальность, она реальна, и в сказках жить как-то неинтересно. Тем не менее, я не верю официальной трактовке именно из-за ее сказочности. Потому что, когда официальные историки отрицают альтернативщиков, которые придумывают ядерную войну 200 лет назад, которые прочую фигню придумывают, это можно понять. Но когда официальные историки говорят о том, что воины смогли создать какой-то огромный мост из бревен, по которому прошла вся армия через Рейн, и потом они его сначала собрали, потом разобрали, вот, солдатам, как бы, которые не инженеры, которые не лесорубы, ну, они берут. Интересно, а чем они валят дерево? У них с собой пилы есть? У них с собой такое количество пил, что они могут всем войскам, вместо того, чтобы сражаться, лес валить? Или чем они лес валят? Мечами? Ладно, ну вот солдаты такие молодцы, они герои. Они повалили лес в нечеловеческих условиях, они сделали мост, который по своим инженерным параметрам вообще сейчас бы такой мост не сделали. Он выдержал целое войско, которое по нему промаршировало. И, понимаете, это же войско позднее сражалось. То есть, официальные историки говорят, что для солдат нормально, наверное, около недели работать до изнурения пиля-валя лес, заготавливая бревна, инженерию все эти дела, создавая мост. Потом они по этому мосту прошлись. И рядом соседнее племя ничего не заметило. Рядом соседнее племя не поняло, что это строится мост. Не закидали какими-нибудь зажигательными смесями это все дело. Не подрезали изнуренных солдат ночью. И эти солдаты после всего еще имели силы воевать. Но это терминаторы какие-то. Какая же это должна быть физическая подготовка, чтобы они потратили кучу сил, времени на лесозаготовку, на все, что связано с постройкой огромного моста, по которому перейдет просто вся армия не тоненького мостика, где там легко с другой стороны моста противники могли бы устроить засаду и по одному просто или по два или даже по десять или по двадцать убивать всех римлян. Нет, был создан огромный мост, где римляне параллельно по нему шагали сотнями по официальной истории. Я в это не верю. Я не представляю, как это сделать, я не представляю, зачем это делать. Например, если бы я был полководцем, если бы у меня была огромная армия, мне не было бы чего делать или очень нужно было бы перейти реку, я бы постарался отклонить просто русло ее течения, потому что какими-то камнями, какими-то теми же бревнами отклонить или затормозить течение, обмелеть реку, перейти по ней, а потом убрать все это, и чтобы река обратно стала полноводной, это намного легче, чем повалить целый лес на создание моста, который потом же будет разобран и армия же тратит силы, ну историки говорят, что было сделано так, фиг его знает, может быть в римской армии служили терминаторы, я же там рядом не ходил, я очень сомневаюсь, конечно же, дальше, в ходе германских и кельтских войн, что Цезарь научился телепортироваться, я не верю, например, что Цезарь мог телепортироваться, ладно, еще Цезарь, можно было бы придумать, что он развил какие-то сверхспособности, или уфологи сказали бы, что его они ложки на крыльях любви переносили, но там же речь идет о телепортации целой римской армии, это легионы, это оружие, это какие-то вспомогательные припасы, это какие-то врачи, какие-то там да все кто угодно, кто шел за войском, это тысячи, десятки тысяч человек, реально десятки тысяч человек, они не могут телепортироваться, и например то, что один человек на лошади или меняя лошадей может там проскакать за несколько дней какое-то расстояние, это не значит, что целая армия с кучей всяких вспомогательных предметов и вспомогательных людей так же самобыстро сможет преодолеть эту территорию, поэтому я не верю, от слова вообще не верю рассказам про германские кельтские походы Цезаря, я не считаю, что то, как это описано в официальной истории, вообще возможно, я признаю, что могла быть война, и не то, что могла быть, а естественно, была какая-то очень жестокая война, очень ужасная война, я понимаю, что гибли тысячи человек, я понимаю, что после этого Галия потеряла независимость, была загеноцидена и превратилась в римскую провинцию, я все это понимаю и признаю, то есть война была, я ни разу с этим не спорю, единственное, что я не верю, от слова вообще, тем описанием гальской войны Цезаря, которые я встречаю в официальной истории, не может целое войско телепортироваться, ну не может, не могут возникать силы у изнуренного битвами войска, ну численные несоответствия, я начал это читать, я пытался, я пытался как-то поверить, я пытался как-то проникнуться историями, думаю, ну может быть, ну как-то, ну когда история требует допустить одно, ну может быть, ну как-то, то тут еще ладно, одно, ну может быть, ну как-то, на всю историю в действительности, ну может быть, ну как-то, когда читаю какую-то историю, там мне приходится поверить, что через раз, как в фильмах, вот знаете, тот же самый бэткомедиан, ностальгирующий критик и прочее, они, когда находят в сюжетах фильмов какую-то нестыковку, они это подчеркивают и говорят, сценарист дурак, он не продумал, так быть не может. Ну тогда, а что касается описания Гальской войны, то если бы именно была создана по официальной истории экранизация, то тоже можно было бы сказать, что сценарист какой-то несколько особо особо так умственно альтернативно одаренный, потому что того, что там описано, быть не может. Войска не могут телепортироваться, у войск из ниоткуда посреди чужой страны не могут возникать склады с оружием, продовольствием и это касается чудес и связанных с кельтской армией и связанной с армией Юлия Цезаря. То есть, понимаете, тут надо поверить в чудеса сразу с двух сторон. Не верю. При этом, допустим, что касается ведических описаний Евпатора, там говорится, что Евпатор был особым человеком, практически как полубодец, или даже воплощенный Бог. Вот в это все можно поверить. Такие особые люди иногда бывают. Например, для Советского Союза и Ленин, и Сталин, а для гитлеровской Германии Гитлер были особыми людьми, кто, соответственно, группировали вокруг себя всю страну. Наполеон был особым человеком, сам же Цезарь был особым человеком. Такие особые люди в нашей реальности и как Прабхупада и как многие другие, они реально могут быть. И предположить, что Евпатор мог быть таким, только намного более достойным и совершенным, ну, в принципе, можно. Это не нарушает никакую логику, согласно которой, в принципе, среди людей бывают некие такие сверх люди. Но предположить, что целая армия творит чудеса, причем и одна, и вторая, тут я уже не поверю. Тут даже реально, понимаете, вот я перечитал истории Гальской войны, я реально хочу сказать, что если бы в официальную историю вписали бы волшебное зелье и Астерикса с Абеликсом, то история выглядела бы не более сумасшедшей, чем то, как эта история выглядит в официальной подаче. Поэтому или чего-то недоговаривают, или чего-то отредактировали, или как, ну вот не знаю, чего не знаю, того не знаю, но в то, как это описано, не верю. Итак, есть еще некоторые теоретические сыны Евпатора, но перейдем к дочерям Евпатора. Первая у нас на очереди это Клеопатра Пантийская, 110-й год до нынешней эры, 58-й год тоже до нынешней эры. Пантийская принцесса, родителями которой был Митридат Евпатор и его сестра Лаодика. Клеопатра также была известна как Клеопатра Старшая, чтобы не путать ее с младшей сестрой Тезкой. Клеопатра стала супругой царя Великой Армении Тиграна Великого в 94-м году до нынешней эры, тем самым укрепив альянс между Евпатором и Тиграном. Клеопатра родила Тигран у трех сыновей Тиграна, Зариадра и еще одного Тиграна и двух дочерей. В отличие от своего тестя Тигран не рассматривал Рим как главного врага и Тигран пытался как-то балансировать между Евпатором и Римом. Он с одной стороны был типа абсолютно лоялен Евпатору, с другой стороны он всячески проявлял то, что не является врагом Рима. В принципе когда помочь Евпатору Тигран практически всегда с радостью. Когда пойти напасть на римлян Тигран такой ну может не надо я что-то устал а я как бы меня римляне в эту войну хотят втянуть но я лучше рубежи поохраняю вот чтобы у римлян не удалось втянуть меня в эту войну как-то так. Ну позднее в ходе разных ситуаций в ходе того как Помпей уничтожил практически Тиграна и вместо него стал новый Тигран во главе Армении и Армения практически перестала быть надежным союзником Евпатора Клеопатра бежала к своему отцу поскольку отцу она была верна превыше всего не знаю использовали ли ранее армяне звезду Семандровичей но у Тиграна на его короне изображается звезда Семандровичей с двумя птицами по обе стороны от нее вариации прототипа звезды Семандровичей встречались и намного ранее ее вариации есть и в клинописи поэтому тут нельзя быть ни в чем уверенным тем не менее то ли в дань своих древних обычаев то ли в подчеркивании единства своих древних корней и корней Евпатора Тигран также использовал восьми лучевое солнце как основу своей геральдики единственное что у Семандровичей вот у классических Семандровичей точка в круге из восьми кленовидных лучей в некоторых случаях больше в некоторых случаях также там было по три трезубовидные склейки лучей и в некоторых случаях естественно лучей было больше добавлялись к основным мелкие лучи и вот добавление к основным мелких лучей это также характерно геральдики Александра Македонского у Македонского та же самая звезда Семандровичей только лучей побольше а у киевских барсов предков Евпатора та же самая звезда Семандровичей и кленовидных лучей ровно восемь но под данным изображением Солнца присутствует серп Луны полумесяц у Тиграна и у армянских царей которые правили после него нету ни полумесяца ни дополнительных лучей однако по обе стороны от восьмилучевого солнца присутствуют две птицы которые как бы смотрят на это восьмилучевое солнце теоретически у меня учитывая изображение Евпатора с Тиграном где они пожимают руки и как бы заключают союз и все дела у меня есть предположение что вот это знамя Армении может быть также отсылкой к союзу Тиграна и Евпатора в таком ключе солнца восьмилучевое символизирует собственно солнце символизирует правду справедливость державу то как должно быть а две птицы которые с разных сторон смотрят на это солнце символизируют Евпатора и Тиграна как двух правителей которые объединились во имя справедливости возможно это также некая вариация символики которая позднее у Евпатора имела форму двуглавого орла ну точнее даже не орла а двуглавого птаха на монетах Тигран имеет греческое подписание Базилеус Тигран Базилеус Тиграной точнее в босфорско-понтийском стиле он изображен сидящим на троне держащей пальмовую ветвь и попирающей ногой своих врагов возле него изображена монограмма которая является разновидностью то ли анха то ли хризмы и с другой стороны еще одна монограмма сложного понимания что она означает но все равно символика та же самая в том же ключе не ровно копирование символики других правителей но из той же отрасли все о тигране о армянских князьях я постараюсь сделать отдельный материал поскольку это отдельный мир отдельное вообще государство отдельная тема идем дальше афинаида филострогия вторая также известна как афина понтийская или любимая афиной или любимая афина понтийская принцесса и в будущем супруга царя каппадокии ариобарзана афинаида была дочерью митридата евпатора и его жены манимы она имела тесные родственные связи с правящей династией каппадокии ариорат шестой ариорат седьмой и ариорат восьмой были ее двоюродными братьями ариорат девятый был ее родным братом афинаида стала женой ариобарзана царствовавшего в каппадокии шестьдесят третий или шестьдесят второй по пятьдесят первые годы до нынешней эры когда он пал от рук наемного убийцы царем стал старший сын следующий ариобарзан афинаида хотела возвести на престол своего второго сына но римский наместник килики цицерон помешал данному явлению в своем браке афинаида родила ариобарзана третьего и ариората десятого которые впоследствии правили каппадокией следующая принцесса евпатра дело в том что в более поздние времена конечно евпатра это стало одно из допустимых женских имен поскольку его переосмыслили именно как чтущее отца но это очень натянутая трактовка и имя ее восходит от имени иупатора то есть бога отца ее отца митридата иупатора и вот в отличии от его имени митридат которое может быть и мужским и женским соответственно митридат или митридата вариация эпитета иупатор как небесный отец бог отец изначально не предусматривал женскую версию женская версия тогда была бы как иумата небесная мать богиня мать дей иупатор и дей мата соответственно или когда д в начале слова не произносилось получалось иупатор иумата но в честь уже не самого бога отца в честь уже не концепции бога отца а в честь лично митридата иупатора его дочь назвали иупатора соответственно понтийская царевна дочь иупатора и одной из его жен во время восстания в фонагории с ней также были связаны некоторые события она там была со своими братьями Артоферном Ксерксом Дарием Аксатором и сестрой Клеопатрой младшей они находились в осажденной крепости и боролись за правду и за дело их отца точно непонятно кто и как но многие из них тогда погибли идем дальше Клеопатра младшая Клеопатра отцеслава если на славянский язык Клео греческое славить патра отца славиотца отцеслава если бы на славянский язык и тоже она не была той самой Клеопатрой которая Клеопатра Птолемеевна понтийская царевна дочь Митридата Евпатора и называлась Клеопатрой младшей чтобы ее не путали с Клеопатрой старшей супругой Тиграна Армянского во время восстания в Анагории была со своими родственниками и боролась боролась очень отважно очень достойно гипсекратия в принципе могла ей гордиться поскольку она тоже как дева воительница как амазонка как богиня войны резала римлян резала реально шинковала римских легионеров они не могли такого ждать не только от женщины но и от принцессы как бы обычно женщины вообще оружие не особо касались а если и касались то в редких случаях в случае необходимости а тут еще и принцесса и еще и реально как принцесса воин которая умеет обращаться с разными видами оружия которая великолепно обворожительна в тонких шалках без любой кольчуги и солдаты не знают то ли пускать слюну и не только смотря на полуобнаженное тело принцессы то ли пытаться от нее как-то обороняться но не решаются повредить такую красоту и в результате ложатся соответственно удобрять босфорскую землю далее ниса уроженка пантикопея пантийская царевна матерью которой была карпатская кемерийская княжна кир кидара ее сватали за правителя птилимейского кипра но не совсем все получилось в шестьдесят третьем году до нынешней эры ее уничтожили римляне которые атаковали евпатора тоже если верно мое предположение и на 10 лет приблизительно есть хронологический сдвиг то тогда год ее смерти не шестьдесят третий а приблизительно пятьдесят третий далее митридатис тоже это интересная вариация имени митридат и тоже намеренно эта вариация имени сделана не то чтобы царицу звали митридата как ну митродата точнее как что собственно это ее полноценное имя а наоборот сделали ее имя митридатиса чтобы сделать отсылку к митридату если бы ее просто назвали митридата митродата то как бы это было бы ее личное имя которое бы отсылало к тому что она данная митрой а когда ее назвали митридатиса то получается что ее имя является отсылкой к митридату евпатору это интересный такой ход была просватана за птолемея двенадцатого но тоже не получилось тоже была убита нечистыми царем рца бариса или орса бариса была принцессой пантийского царства она была законной королевой вифинии в браке с сократом христом законным царем вифинии естественно в своих генах имела все гены евпатора была очень достойной очень могучей была последовательницей торгелейского христианства в этом плане она была не просто супругой сократа христа она еще и была ученицей сократа христа и была политическим союзником сократа христа и была как бы дополнительным связующим звеном между сократом и метридатом евпатором в своем правлении она имела королевские базилевские титулы есть монеты где подписано что она является базилес с мус орса барьер ну соответственно как бы ну есть ее изображение то есть она тоже вошла в историю позднее она осталась в Вифинии и несмотря на гибель своего мужа пыталась проповедовать торгелейское христианство и тоже в дальнейшем история с ней не совсем понятно и тоже это подлежит отдельному изучению но уже в рамках альтернативных версий раннего христианства поскольку она достаточно была святой праведной княжной которая свою жизнь положила на дело распространения учения Митридата Христа брата Митридата Евпатора и Сократа Христа своего мужа своего духовного учителя сейчас таких женщин которые готовы посвятить себя праведному делу к сожалению не так-то и много да и как бы вообще людей которые стремятся к какой-то высшей цели всегда очень мало и она является одним из таких достаточно величественных достаточно достойных примеров так что как-то так так